Развитие полярных территорий является важным национальным проектом, для реализации которого пришло время кооперации усилий арктических субъектов для развития инфраструктуры, подготовки кадров и привлечения инвестиций. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на Петербургском международном экономическом форуме. Достижению поставленных целей будут способствовать соглашения, которые губернатор Северной столицы в рамках форума подписал сразу с несколькими регионами арктической зоны. Субъектом, который имеют давние партнерские взаимоотношения с Петербургом, в этом году присоединился и Нинецкий округ. В павильоне Северной столицы, который развернулся на полях Петербургского международного экономического форума, губернаторы северных регионов Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края, Якутии, Нинецкого округа, Мурманской области. У каждого накоплен огромный опыт в вопросах развития Арктики. Сейчас, отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, пришло время объединения усилий. Взаимодействие Санкт-Петербурга и Нинецкого округа будет строиться в рамках соглашения на 2018-2022 годы. Губернатор округа Александр Цибульский отметил важность расширения горизонтов межрегиональных связей северных субъектов. Это крайне важный день, потому что Арктика, особая территория, она может развиваться только так, на уровне этого проекта. Если вы будете закрываться внутри административных границ своих субъектов, мы никогда не получим того экономического и социального эффекта, который мы можем получить объединение. Только объединив свои усилия и выстроить равноправные, уважительные, взаимовыданные отношения между регионами, то есть, как это называемые горизонтальные межрегиональные связи, эффект от нашей работы будет значить нарушение. Для Ненецкого округа это первое подписанное соглашение Санкт-Петербурга. Руководство двух регионов намерено создавать условия для расширения сотрудничества между хозяйствующими субъектами, увеличения товарооборота, насыщения потребительского рынка отечественными товарами и обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности, инновационного развития стройиндустрии и природоохранной деятельности. Кроме того, Ненецкий округ и Санкт-Петербург планируют реализовывать совместные программы и проекты в сфере образования, культурного обмена, спорта и туризма, добровольчества. Еще одно направление совместной работы – развитие связей между государственными учреждениями здравоохранения субъектов, в том числе с использованием телемедицинских технологий. Сегодня мы создаем в рамочном условии на развитие такого сотрудничества. Я утвержден, что Санкт-Петербург как центр компетенции образования науки, конечно, для нас, для всех, является центром притяжения, а для вас, наша территория является применением того потенциала, который есть. Это абсолютно взаимополитное сотрудничество. Я уверен, что сегодняшний день, когда мы это догматировали, мы как-нибудь подстегнем в себя эту работу в планете. Примером активного взаимодействия с Санкт-Петербургом служит Мурманская область. Соглашения между субъектами действуют уже 18 лет. По итогам 2016 года объем товарооборота между Мурманском и Петербургом составило более 2,5 миллиардов рублей. Из них более четверти – поставки рыбы и рыбной продукции из Мурманской области. Сейчас стороны будут сотрудничать и в вопросах развития Арктики. Реализацию приоритетной задачи по освоению Арктики, развитию северного морского пути, формированию устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации нельзя представить без плотного взаимодействия между Мурманской областью и Санкт-Петербургом. Развитая морская арктическая инфраструктура в нашем регионе в сочетании с Петербургской научной базой, промышленными мощностями, прежде всего, верхнями, на которых строятся наши ледоколы, и не только ледоколы, и другие суда, позволят нам решать эти задачи максимально эффективно. Необходимость концентрации усилий в освоении Арктики показала жизнь, отмечают участники встречи. Благодаря подписанным соглашениям появится возможность расширения ресурсной базы, повышения промышленного потенциала, развития грузовой базы для северного морского пути, строительства новой инфраструктуры. Санкт-Петербург, форпост, был всегда не только культурный старец, но и научный центр. Для нас очень важен имеющийся здесь потенциал. Федеральный задел, который мы сделаем в качестве объединения научных организаций сегодня, может нам в этой части помочь решить важные и нужные задачи. Мы обладаем потенциалом научного, который исключительно в свое время специализировался на развитии такого рода тематики в научных образовательных организациях. И, конечно, в виде усилия и возможности обмена опытом, знаний, сегодня это даст действительно новые качества для развития арктических территорий. После подписания соглашения губернаторы северных регионов отметили, совместные усилия будут способствовать решению основных задач освоения арктических широт и продвижению общих решений на федеральном уровне. Анастасия Саботович, Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», Санкт-Петербург, Экспофорум. Субтитры создавал DimaTorzok